Бланс, Диас, Камрады! С вами Майор. Мы снова в гостях у Антонио Александровича Вассерманова. Здравствуйте. Антонио Александрович, у меня вот в продолжении темы, которую мы с вами обсуждали в прошлый раз, хотелось бы побеседовать о технологиях перспективных. Мы с вами немножко эту тему затронули, о парных поводниках по дуно-водке, о которых мечтали в 30-х годах, но те технологии, которые сегодня наиболее актуальны перспективы, на ваш взгляд, какие бы были бы в будущем, развивались и наиболее актуальны? Ну, к сожалению, никто не может точно предсказать, какие именно технологии разовьются больше. Дело в том, что как правило, на одну и ту же, что называется, экологическую нишу претендуют несколько разных вариантов и никто их стараются разбивать, и никто не может точно угадать, какой из них, что называется, выстрелит первым. Скажем, на роль сверхъемкого аккумулятора сейчас претендуют, во-первых, дальнейшее развитие химических источников энергии, ну вот, на моей памяти уже сменились воздушно-цинковые, серебряно-цинковые, никель-кадмиевые, литиевые, с разными вариантами вторых электродов, сейчас в основном литий-полимерные, плюс к этому сверхъемкие конденсаторы, потому что при той толщине слоев, которая сейчас достигнута в литиевых аккумуляторах, есть шансы сделать конденсаторы с сопоставимой емкостью, ну, грубо говоря, чем тоньше слои, тем больше можно сделать суммарную емкость хоть батареи, хоть конденсаторы. Наконец, высокотемпературные сверхпроводники, когда они пойдут, можно будет использовать не только в качестве линий электропередачи, но и в качестве аккумуляторов. Катушка с током, намотанная из сверхпроводника, может хранить энергию запасенную в магнитном поле вокруг катушки, тоже неопределенно долго. Поэтому я не могу точно сказать, что перспективнее, но могу сказать, что сейчас представляется перспективным. Например, для передачи энергии это те же сверхпроводники, высокотемпературные, надо сказать, что было несколько очень резких скачков по допустимой температуре. Долгое время эффект сверхпроводимости наблюдался только при охлаждении некоторых видов проводников жидким гелием. Потом появились довольно сложные сплавы, работающие даже при охлаждении жидким водородом. Сейчас уже достигнута сверхпроводимость при охлаждении жидким азотом. Ну, для справки, жидкий гелий это 4 кельвина, жидкий водород, если не ошибаюсь, 21 кельвин, а жидкий азот это уже что-то около 90 кельвинов. Причем каждый шаг от абсолютного нуля на кельвин вверх снижает энергозатраты на охлаждение. Ну, точное число не помню, но где-то на несколько процентов. То есть, это колоссальный выигрыш, но сейчас есть надежда, что удастся создать сверхпроводники, работающие при охлаждении твердой углекислотой. А это вообще настолько доступна, настолько доступная температура, что такие сверхпроводники можно будет употреблять чуть ли не в бытовой аппаратуре. Вот это очень перспективно. Я хотел сделать маленькую ремарочку. Во-первых, азот это то, что находится в воздухе, его количество производства и охлаждения в разы проще, чем... Нет, дело не в том, что он находится в воздухе. Дело именно в том, что азот кипит примерно при 90 кельвинах, а достичь такой температуры, чтобы достичь такой температуры, требуется в несколько раз меньше энергии, чем для охлаждения жидким водородом, и в несколько сот раз меньше энергии, чем для охлаждения гелием. То есть, тут проблема не в доступности самого газа. Гели сейчас научились извлекать из попутного газа нефтяных месторождений в очень больших количествах. Дело именно в энергии, требуемой для сжижения. А охлаждение твердой углекислотой это вообще доступно буквально в бытовых условиях. Кстати, во времена моего детства мороженое на уличных лотках для продажи охлаждали именно твердой углекислотой. Сухой лед. Да, ее набрасывали в ящики. Сейчас, как правило, охлаждают с помощью отдельных холодильных установок, установленных прямо в лотках, но это, надо сказать, ощутимо дороже сухого льда, хотя в некоторых отношениях удобнее. Вот, но это так, к слову, пришлось. лодки. А вообще самые перспективные технологии из тех, что рассматриваются сейчас, так или иначе связаны с вычислительной техникой и программированием. я как программист с очень большим стажем помню, что на протяжении нескольких десятилетий ресурсы компьютеров были настолько ограничены, что приходилось вот так вот изворачиваться, чтобы решить какую-нибудь серьезную практическую задачу. А сейчас ну вот где-то уже примерно к началу 90-х годов компьютерные ресурсы доросли до такого уровня, что стало проще тратить не изобретательность программистов и математиков, хотя они по-прежнему нужны, а именно вычислительные ресурсы. Это, кстати, привело к тому, что возможности программ, с которыми мы работаем, растут заметно медленней, чем возможности самих компьютеров, просто потому, что эти возможности используются уже далеко не так эффективно. Но, во-первых, сейчас, вот в течение последних примерно десяти лет, тактовая частота основных самых массовых видов процессоров практически не растет. Это существенно замедлило общий прирост вычислительной мощности. Раньше эта самая тактовая частота удваивалась где-то года за два, ну, плюс-минус слабо. к примеру, 95-й год 166 мегагерц, а уже к году 2009-го он был уже в районе 2-2,5 тысяч мегагерц. Да, но вот с тех пор скорость растет очень медленно. Выйдя на рубеж 2-3 мегагерца, 2-3 гигагерца, массовые процессоры на этом и остановились, просто потому, что пока нет бытовых задач, требующих больше мощности. Нет, просто нет предложений. Да, вот, но мне все-таки кажется, что рано или поздно дело дойдет до той технологии, что считалось перспективной еще во времена моей молодости, а именно переход от кремния к алмазу и, соответственно, переход от термоза, термодиффузии, когда примеси, нужные для создания структуры в полупроводнике, наносятся на поверхность, потом вся система нагревается и примеси понемногу проникают в те места кристалла, что не защищены маской. Для алмаза эта технология не годится, там надо использовать технологию ионной имплантации, то есть разгонять отдельные атомы нужных примесей электромагнитным полем и буквально вбивать их в поверхность. Эта технология в принципе обещает сокращение размера элемента до долей нанометра, но сейчас освоено характерные размеры структур где-то 5-7 нанометров, а эта технология позволяет освоить размер в сотые доли нанометра, но меньше уже невозможно физически, потому что это значит, что надо работать, что соседние атомы должны чередоваться по-разному. и обещает соответствующий подъем тактовой частоты где-то до сотен гигагерц. Какие возможности это раскроет перед нами, пока и перечислить трудно, очень много есть задач требующих такой мощности, но приведу только одну. Для того, чтобы управлять всем нынешним мировым производством как единым целым, нужна суммарная вычислительная мощность мирового компьютерного парка порядка 10-25 степени операций в секунду. А сейчас эта мощность где-то в районе 10-21 степени операции в секунду, то есть нужен ее рост в десятки тысяч раз, чтобы можно было на практике решить эту задачу. Я немножко хочу вставить ремарочку касательно тех технологий, да, казалось бы, что там, компьютер много ли нам дадут. На самом деле, если вы знаете, за последние 30 лет развития компьютерной технологии, чипсетов, сотовой связи, это изменило нашу жизнь кардинально, это изменило быт, сознание и все остальное. Уже одна возможность оставаться на связи, куда бы ты ни поехал, это радикально изменило организацию очень многих видов работы, причем не только творческой, но и многие рутинные работы теперь можно выполнять дистанционно. Ну, а вообще, что касается вычислительной мощности, есть, ну, это сейчас кажется легендарным, но, тем не менее, это факт. Где-то в середине 50-х годов составляли спецификации вычислительной машины М-20. Надо сказать, что эти машины вытянули на себе первый этап советской космической программы, включая пилотируемые полеты кораблей серии «Восток». «Восток» и «Восход». «Восход» это на самом деле практически тот же «Восток», просто ценой старта и посадки без скафандров там смогли запускать двух и даже трех человек. Так вот, ну, собралась серьезная государственная комиссия для разработки технического задания на эту машину. Кстати, мне довелось работать на ее полупроводниковых версиях М-220 и БСМ-4, а М-20 была еще на электронных лампах. Вот, ну, комиссия серьезная, там несколько генералов и наземных и авиационных было, несколько академиков, и вот один из академиков сказал, что средняя производительность машины должна быть 20 тысяч операций в секунду, но средняя, поскольку разные операции занимали разное время. Скажем, извлечение квадратного корня, а была в этой машине и такая операция реализована аппаратно. За извлечение квадратного корня она могла делать 4,5 тысячи в секунду, а сложений, по-моему, около 40 тысяч. Почему такие показатели для такой машины? Вот. Так вот, один из академиков сказал, что нужно 20 тысяч операций в секунду, другой ему тут же ответил, зачем? Она же нам все задачи перерешает, ей нечего будет делать. Вот, это звучит сейчас смешно, но тем не менее это известно из достаточно надежных источников. Еще одно направление, где очень нужен прорыв, но пока совершенно неясно состоится ли он, это авиаконструкции, причем гражданские. Если вы посмотрите на современные пассажирские самолеты, вы увидите, что они все поразительно похожи друг на друга. И испытания нового самолета длятся по нескольку лет, тогда как еще полвека назад испытания занимали всего несколько месяцев. Почему так? В основном потому, что в рамках имеющихся сейчас технологий выжато уже практически все возможное. И соответственно самолеты похожи друг на друга, потому что опять-таки в рамках нынешних технологий именно такая конструкция пассажирского самолета большой грузоподъемности оптимальна. Причем некоторые решения там продиктованы даже не столько аэродинамикой, сколько удобством наземного обслуживания. Например, то, что двигатели опущены довольно низко к земле, это для того, чтобы наземный персонал легче к ним добирался. По-хорошему стоило бы их разместить подальше от земли, скажем, в хвосте, как было на многих самолетах, скажем, французская каравелла, наши Ту-134, Ту-154 и Ту-62, но это приводит к тому, что время наземного обслуживания растет, а самолет зарабатывает деньги только в воздухе на земле, он их только тратит. Вот, так вот, испытания продолжаются так долго, потому что стараются уже в ходе испытаний что-то нащупать и выжать дополнительно, и вот совершенно очевидно, что требуются какие-то качественные скачки, и в части материала конструкции, кстати, в этом смысле совершенно замечателен наш самолет, который в начале разработки еще в конце 80-х назывался Як-242, а сейчас вышел на испытание под именем МС-21, магистральный самолет 21-го века, у него все основные конструкции сделаны из углепластика, причем по новой технологии, позволяющей делать из углепластика детали практически любого желаемого размера, причем, насколько я знаю, придумали эту технологию итальянцы, но до ума ее довели у нас. Вот. Возможно, это откроет какие-то новые перспективы, нужны новые материалы для двигателей, и это не просто дополнительный выигрыш в деньгах, это прежде всего возможность расширить охват, территорий. Ведь, скажем, у нас была весьма развитое в советское время региональная авиация, так называемые местные линии, сейчас она практически уничтожена просто потому, что те самолеты, что раньше работали на этих самых малых линиях, по нынешним представлениям неэкономичной, а создание новых самолетов по привычной технологии уже не получается, не получается создать для этих самых малых линий достаточно дешевые конструкции с достаточно дешевой эксплуатацией. сейчас кое-что для этого делается, но все равно получаются не слишком рентабельны. В Соединенных Государствах Америки, кстати, местные линии обслуживаются в основном индивидуальными владельцами, покупающими самолеты больше для собственного развлечения, ну а заодно уже подрабатывающими в качестве воздушных такси. Я пока мы не ушли от темы самолетов, хочу затронуть тему экранопланов, потому что на мой взгляд это очень перспективное было направление авиастроения. Ну, тут проблема в чем. Экранопланы очень удачно вписались в одну из экологических ниш военно-морского флота, но сейчас этой ниши практически нет, потому что развитие морских средств радиолокации и морских же средств обороны от быстрых низколетящих целей привело к тому, что экраноплан невозможно использовать в качестве ударного средства, ну, сейчас научились даже крылатые ракеты сбивать в паре десятков метров над землей, по крайней мере, дозвуковые крылатые ракеты и, соответственно, над морем. А крупные десантные операции на неохраняемый берег у нас по крайней мере в ближайшие пару десятилетий не предвидится, нет такой потребности. А в качестве транспортов экранопланы, конечно, намного грузоподъемней классических самолетов и намного быстрее классических кораблей, но сейчас логистика и морская и авиационная развилась настолько, что экологическая ниша для экранопланов содержит лишь очень небольшое число перспективных грузов. Ну, а для пассажирских перевозок экраноплан пока считается слишком рискованным. Словом, эта технология ждет, пока для нее появятся какие-то новые виды востребованности. Исследована она достаточно подробно, то есть, когда она понадобится, можно будет в достаточно быстрые сроки создать новое поколение экранопланов, но пока они, к сожалению, не востребованы. Именно, к сожалению, поскольку и идея очень красивая, и сами конструкции, построенные по этой идее, выглядели прекрасно. Кстати, один экраноплан сейчас стоит в Москве на берегу на берегу канала имени Москвы в Тушине. Там еще при Лужкове свезли туда несколько замечательных образцов военно-морской техники, включая подводную лодку какую-то, экраноплан, еще что-то. Вот это сейчас такой небольшой военно-морской музей. Мы затронули технологию немножко энергетическую, но конституционируем аккумулятор. А что касается производства энергии? Есть ли сейчас какие-то перспективные направления в производстве энергии? Ну, самое перспективное в обозримом будущем направление это то, что предложил еще на рубеже тысячелетий мой партнер по многим интересным работам Нур-Али Нур-Исламович Латыпов. Ну, поскольку мы с ним оба физики только, он радиофизик, я теплофизик, я помогал ему прорабатывать эту идею. Он предложил разместить ядерно-энергетический комплекс замкнутого цикла, то есть от извлечения урана и тория из руды до захоронения той части отработанного ядерного топлива, для которой пока не найдено полезных применений. Он предложил создать такой комплекс на Семипалатинском полигоне ядерных испытаний. Испытания там прекращены еще в советское время, сейчас полигон законсервирован, но как его других использований для него просто не придумано. Геологические и географические условия полигона позволяют развернуть на нем такой комплекс, включающий реакторы размножителя, то есть реакторы, способные превращать некоторые неделящиеся изотопы урана и тория вделяющиеся элементы. Ну, для справки, при нынешнем энергопотреблении запасов урана 235 в мире хватит примерно на лет на 100, если покрывать только им все энергопотребление. А если использовать еще и уран 238, то имеющихся на земле запасов хватит при нынешнем энергопотреблении на 15-20 тысячелетий. Ну, то есть несравненно больше. Да. Вот. Но сейчас такие реакторы используют лишь ограниченно по ряду политических и военных соображений, которые на на этом полигоне не будут иметь места. Там, грубо говоря, никто не сможет оттуда утащить плутоний. Вот. Ну, естественно, проект большой, сложный, он потребует и коллективных научных наработок, например, немцам придется на основе имеющихся у них наработок по высокотемпературным сверхпроводникам сделать линии электропередачи на весь евразийский материк. нам придется разработать новые технологии производства реакторов, чтобы выпускать их не по одному в два-три года, а хотя бы по десятку в год и так далее. Финансировать такой проект сможет ну, разве что Китай. На этом полигоне хватит места для размещения суммарной мощности, покрывающей все потребности Евразии в электроэнергии, предвидимые на несколько веков вперед. Давайте вот для примера, сколько потребляется ориентировочная неспомниция? Я сейчас не помню точных чисел, но если кого интересуют подробности, в нашей Слатыповом книге «4,51 стратагемы для Путина» есть стратагема номер один, это как раз описание этого полигона из всех связанных с ним проблем и их возможных решений. Вот, ничего лучшего пока, к сожалению, в рамках нынешних технологий не предвидится. Ну, очень многие говорят о так называемой зеленой энергии, но, насколько мне известно, при нынешних технологиях производства изготовление солнечной батареи требует больше энергии, чем она произведет за весь срок службы. Я уже не говорю о крайне вредных отходах этого производства. Что касается реактор холодного синтеза, чего? Я реактор холодного синтеза, то есть... Нет, к сожалению, термоядерный холодный синтез пока это неоправдавшаяся надежда. Я знаю, что было несколько экспериментаторов, вроде бы, сумевших добиться этого самого холодного синтеза, но повторить их результаты никому не удалось, а это значит, что, скорее всего, в их экспериментах методические ошибки, то есть, либо какие-то особенности конструкции, на которые они сами не обратили внимания и не описали, вызвали генерацию нейтронов в качестве самостоятельного побочного эффекта, либо используемые ими материалы содержали примеси, способные генерировать поток нейтронов без реального синтеза. Что там было, пока, к сожалению, неизвестно, но вот несколько раз публиковались описания экспериментальных установок, где достигался холодный термоядерный синтез, и никому не удавалось по этим описаниям воспроизвести результат. Ну, я бы еще понял, если бы изобретатели что-то скрывали в расчете на организацию собственного производства, но производства пока нет, хотя времени для его организации было более чем достаточно, да и деньги за него предлагались нешуточные, так что боюсь, это пока что безперспективный направлений. У нас в истории человечества было несколько громадных скачков. Правая машина дала очень сильный скачок, связь дала очень большой скачок к развитию всего человечества. Если мы будем смотреть, то это, как правило, обусловлено тем, что, во-первых, средства доставки меняются, товаров, людей и так далее, и средства сообщения. Какое в ближайшее время возможно подобное открытие, которое перевернет или даст толчок к развитию человечества? не знаю. Но должен только заметить, что все технические достижения последних примерно полутора веков опираются на очень серьезные предварительные научные исследования и научные открытия. Ну, скажем, все развитие электроэнергетики так или иначе опираются на то, что Майкл Джонович Фарадей в 1831 году обнаружил явление электромагнитной индукции, то есть обнаружил, что в проводнике, движущемся внутри магнитного поля, наводится электрическое напряжение. Все развитие цифровой техники в последние полвека так или иначе опираются на фундаментальные открытия в физике твердого тела, сделанные в 30-х, 40-х годах, а эти открытия в свою очередь опираются на квантовую механику. Ее разработка началась в 1900 году и закончилась примерно в 1927 были открыты все законы квантовой механики и дальше шло только обсуждение физического смысла этих законов. Оно, кстати, до сих пор не прекратилось. Лично мне представляется наиболее надежной трактовка Эверетта, но это уже не принципиально, потому что сами законы можно использовать, даже не понимая их смысла. наиболее надежно. И надо сказать, что нынешняя вторая Великая Депрессия в значительной степени связана с тем, что скорость роста объема вычислительной техники почти сравнялась со скоростью роста экономики в целом. Так же, как первая Великая Депрессия началась, когда скорость роста электроэнергетики приблизилась к скорости роста экономики в целом. Так вот, к сожалению, я сейчас не вижу научного открытия, сделанного где-то, скажем, в середине 20-го века и сопоставимого по потенциалу с той же квантовой механикой. Поэтому я боюсь, что в ближайшие годы нам трудно ожидать каких-то прорывов. Ну, то есть, я, конечно, надеюсь на то, что наметится какой-то новый прорыв в физике твердого тела, что повлечет за собой и изменения в технологиях накопления энергии и изменения во всевозможных конструкциях, прежде всего в авиационных, но потом это и на землю спустится. Но для того, чтобы в физике твердого тела случился рывок, нужны или какие-то очень нетривиальные эксперименты, вроде тех, что привели к открытию высокотемпературной сверхпроводимости, или какие-то следствия из фундаментальных открытий середины 60-х, точнее, середины 20-го века, 50-х, 60-х годов, тогда были сделаны открытия множества элементарных частиц, на их основе построена новая теория элементарных частиц, построена квантовая электродинамика и потом единая теория поля, охватившая электромагнитное и слабое взаимодействие, но пока, к сожалению, не видно выходов из вот этих открытий к практике, ну, к той же физике твердого тела хотя бы. Вот, я надеюсь, что прорывы на этом направлении все-таки случатся, поскольку запрос практики очень уж силен, а как отмечал Фридрих Фридрихович Энгельс, когда у общества появляются потребности, она движет науку вперед больше, чем десятки университетов. Ну, почему университетов в его время отдельных научно-исследовательских организаций еще не было, и практически все исследования велись именно в университетах. Вот, но пока я не могу сказать, что именно это даст. Во всяком случае, я очень надеюсь, что вот эти открытия физики высоких энергий дадут какой-то практический выход. В конце концов, с момента этих открытий прошло уже примерно столько времени, сколько обычно требуется чтобы от высокой теории перейти к столь же высокой практике. Большое спасибо, Анатолий Александрович. Пожалуйста. Подписывайся на канал, ставьте лайки. Если хотите видеть видео с Анатолием Александровичем, пишите темы. Всем пока. До свидания. Доброго времени суток, дорогой зритель. Если же вам понравился этот выпуск или любой другой из предыдущих, не сочтите за труд поддержать канал, подпишись, поставь лайк под видео или сделай репост видео. Анатолий